всем привет днепр на связи 24 октября утро 15 37 до когда проснулся когда захотел тогда и утро и вообще ничего не знаю не я такой жизнь такая день то был достаточно неплохой теплый солнечный но уже скоро закат так и живем ночью были тревоги с 00 17 до 01 28 и с пол третьего до без 10 3 в это время ударные беспилотники бороздили воздушное пространство нашей области были слышны взрывы что-то сбивалась каменской район пригород нашего замечательного великого города в общем делов хватало глава областной военной администрации сергей лысак рассказал нам о том что вечером и ночью агрессор атаковал никопольский район был нанесен удар по марганецкой громаде с реактивных систем залпового огня град люди не пострадали а по обновленной информации вследствие артиллерийского обстрела марганца который случился вечером в городе кроме промышленного предприятия повреждены админстроение и аптека а еще семь частных домов шесть сараев два гаража и три автомобиля еще и теплица задета несколько линий электропередач вот так вот а еще у нас в области 16 прокуроров имеют статус инвалида бедные люди с инвалидностью еще и приходится прокурорами работать в общем их будут проверять действительно ли они инвалиды или просто желают пользоваться местами для парковки для инвалидов что еще полиция задержала водителя который насмерть сбил пешехода и уехал с места аварии нашли теперь грозит ему до 8 лет лишения свободы вот так вот а 32-летний мужчина которого сбили погиб да доходился а в пятихатках женщина украла у пенсионера 10 тысяч гривен 41-летняя местная жительница неоднократно оказывала помощь дедушке оформить покупки в интернете и знала пароль к его мобильному банкингу злоумышленница перевела деньги пенсионера на собственную карточку все деньги она потратила мошеннице сообщили о подозрении за воровство и теперь и грозит до 8 лет лишения свободы что интересно сбил человека насмерть 8 лет украл 10 тысяч гривен 8 лет буханку хлеба детям на покушать 8 лет а если ты прокурор депутат или другая одиозная личность ты можешь делать все что угодно и тебе за это будет грамота памятная медаль и отпуск на мальдивах так и живем продолжаем дальше друзья у нас еще в городе обнаружили украденный вас вот это вот человеком который его украл оказался 19 19 лет не житель вольногорска мамкин бандит украл автомобиль своего коллеги пока тот был на работе теперь пареньку грозит от трех до пяти лет лишения свободы хорошо покатался а был бы прокурором инвалидом дали бы медаль и покатался бы например на лексусе не на вазе жизнь так скоротечно и видите что происходит одним все другим ничего продолжаем друзья в каменском районе выявили бешенство у кота его подтвердили на территории села червона ивановка территориальной громаде введены карантинные меры представляете теперь что творится и 316 ударов по 9 населенным пунктам запорожской области военные рф осуществили 6 авиационных ударов 174 беспилотника разные модификации 8 обстрелов с реактивных систем залпового огня 128 арт обстрелов также наносилась она ореховском направлении одна атака была об этом сообщает генеральный штаб которая успешно была отбита украинскими военными в районе новоданиловки а еще россияне применили авиацию по району населенного пункта малая так мачка и сбросили туда больше 10 авиабомб об этом также сообщает генеральный штаб а в связи с вражескими обстрелами повреждены колеи на участке между николаевом и херсоном представляете себе по железной дороге били по тундре по железной дороге да где мчится поезд николаев херсон теперь поезда между хердук будут останавливаться до херсона в николаеве короче полный хаос происходит будут пассажиров куда-то довозить автобусами очень все плохо очень очень плохо железнодорожные бригады уже выехали восстанавливают полотно вот так вот а еще час ночи были взрывы в одесской области представляете были пуски ракет x22 две ракеты сказали сбили а потом еще две ракеты повторные пуски и утром братчук у нас сказал что в одессе была напряженная ночь что россия атаковала побережье россияне атаковали побережье одесской области самолетами стратегической авиации ту-22 и ракетами x22 было несколько пусков ракеты не достигли берега россия пыталась попасть по определенным надводным целям которые находятся в той части акватории черного моря вот так вот сказал спикер украинской добровольческой армии и юг а на самом деле украинская добровольческая армия это не что иное как правый сектор просто провели рембрендинг ярош на месте вот так и живем название другое а цели все те же в украине кстати создали ролик обращения на корейском языке для солдат из северной кореи их призывают сдаваться в плен а кабмин принял постановление о повторной проверке на критичность предприятий которые имеют право на бронирование турция будучи в нато желает присоединиться к российскому альянсу брикс пишет издание build идет речь о том что президент турции уже подал заявку и голосование в скором времени должно произойти такими действиями эрдоган желает заставить запад завидовать он чувствует что европа и сша избегают и отстраняют его ой 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 талон на тысячу литров бензина в обмен на броню от мобилизации на такой взятки по данным сми словили начальника районного тцк в центре тернополя как это так наверное и псо российский мосфильм взаимная остановка обстрелов энергетических объектов и грузовых суден может открыть путь к мирным переговорам и завершения в горячей фазы войны заявил зеленский на встрече журналистами стирот его издание финансал тайм ставы шо взаимное прекращение невероятно нет зеленский война до последнего переговоров не будет воюй воюй все воюйте воюйте а кто говорит о мире тот и псо к тому придут а тех будут кино рассказывать что они зрадных и что они предатели вот так будут говорить так что не это и псо я не верю что зеленский так сказал нет это и псо на президента украины направлено а польша предлагает германии лишить украинских беженцев соц выплат как стимул мужчинам на фронт а женщинам восстанавливать налоговую базу по словам сикорского 1200 евро выплат в месяц являются стимулом для украинских мужчин оставаться в германии поэтому лучше отдавать их напрямую украине конечно лучше наши чиновники лучше знают как распоряжаться деньгами я бы все деньги вообще всех пенсионеров вот кто работает везде 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 все отдавал бы чиновникам они лучше знают как распоряжаться деньгами у них же много денег значит они ориентируются а у обычного народа денег мало они жалуются значит не умеют распоряжаться деньгами правильно правильно вот поэтому так я считаю что надо все отдавать напрямую украине семья следователя по особо важным делам гбр владеет гаражами площадью в 1500 метров квадратных и поддерживает военных рф в контакте об этом пишут сми успешный гбр-овец старший следователь по особо важным делам главного следственного управления гбр анин александр викторович как всегда в декларации правоохранителя за 2023 год указано только проживание в квартире 87-летней родственницы снежко веры алексеевны площадью 106 метров квадратных но квартира пенсионерки это не самое интересное в 2018 года у нее в собственности гараж площадью 167 метров квадратных интересно что это что же это за такой гараж в общей площадью больше чем трехкомнатная квартира но любовь родственников анина гаражам семейная привычка поскольку отца следователя анина виктора ивановича во время полномасштабной войны украины с россией именно 17 ноября 22 года в том же гаражном кооперативе регистрируют гараж общей площадью 1272 метра квадратных представьте себе какой гараж нифига себе даже трудно представить реально такой гараж а жена следователя анина александра александровна ни дня не может прожить без инстаграм где она любит хвастаться отдыхами ценными украшениями также александра анина несмотря на то что мы воюем с россией так говорят в телемарафоне война очень страшно надо смотреть только телемарафон она все равно себе позволяет пользоваться российской соцсетью вконтакте возможно ее такие действия обусловлены тем что так проще наблюдать за жизнью своего родственника сергея витера которые проживают в ростове-на-дону является активным участником спортивного клуба пересвет принципиальным прихожанином московского патриархата и ну и как же без публичной поддержки военной российской тематики а именно отряда специального значения росич вот так говорят журналисты то есть по факту мы получаем где-то примерно вот такой портрет среднестатистического следователя гбр много недвижимости которая оформлена на родственников жена которая хвастается в instagram роскошной жизнью при этом она нигде не работает а зарплата следователя явно не позволяет вести такой роскошный образ жизни и родственник в россии с которым они общаются и поддерживают его рвение а байден заявил не заблуждайтесь россия не победит в этой войне победит народ украины кирби сказал мы не знаем что эти парни солдаты к ндр которые находятся в рф собираются делать против вступления украины в нато выступает 7 стран членов альянса во главе по данным издания стоят сша и германия так как они боятся быть втянутыми войну с россией также против выступают испания бельгия словения словакия и венгрия администрация сша должна рассмотреть возможность применения военных мер против северной кореи если подтвердиться участие и войск войне против украины глава постоянного комитета по разведке палаты представителей майк тернер вот так друзья такие новости очень радостные хорошие так что всем здоровья удачи счастья а я пошел дальше